народ берет на себя ответственность исполнить закон они посредством закона вступает в новый завет в новый завет кто сказал да так в новой или в синайский а если посмотреть на то что было до этого то этот завет будет новым по отношению завет был новым по завет становится новым по отношению завета в рамах здесь мы сталкиваюсь сложной конструкции если мы начинаем рассматривать завет синая мы еще часть появляется понятие обещано народ и земля они направляются во вхождение обладание землей то что было в общем то и обещано что они когда мы смотрим то народ сформированы посредством чего благодаря рабству которое было в египте потому что их притесняли и у них идентификация народа как единаться вы думаете что такое народ общность людей которые проживают на одной территории общий язык общая культура и общее наследие отлично посмотрим на еврею у нас общая культура и общее наследие общий язык сейчас нет евреи говорили на чем хочешь и продолжать говорить уникальные случаи кстати вы знаете что еврей был мертвым языком невероятным образом он родился опять заново получил второе рождение в истории я не знаю таких случаев чтобы языки умирали а потом рождались опять и так общая культура как с этим у нас сложно почему а вы посмотрите на евреи из эфиопии и на вас и и поговорим о культурных отличиях потом да мы пока сейчас а общая история как у нас общее только одно били везде но несмотря на все это мы до сегодняшнего дня остаемся евреями евреи возникли не так как возникали все остальные народы обычно народы возникали как общество живущие на определенной территории с течением времени вырабатывающие правила общежития да имеющий общий язык общую культуру и общую что религию живущую на определенной территории это землю общую религию которая была ли ими изобретена либо им было навязано евреи они жили на своей земле не это было родовое сообщество члены одной большой семьи у них были общие законы какие до этого самого до того законы общежития папа старший папа старший особенно это ярко выражалось в доме лавана когда папа стоял а лаван говорил не принимал решение бог итак мы видим что некоторых признаков не хватает да родовое общество судя по всему имеющие общий язык какие представления о боге и какие связи у них были и общение с богом мы не можем себе представить мы знаем только что пришел момент времени когда они начали к нему шо кричать а нам плохо помоги это мы знаем а до этого какие взаимоотношения были мы не знаем может какие то в какой то форме но мы не знаем и здесь бог их выводит и говорит послушайте я дам вам справедливый закон и постановление и он дает им закон который формирует их как общность людей которая может проживать вместе что то делать решать конфликты закон который регламентирует все взаимоотношения как вертикальные так и горизонтальные как взаимоотношения между богом и людьми так же как взаимоотношения между человеком и человеком он устанавливает теократическое общество где он берет на себя обязательства что делать управлять этим обществом посредством тех людей которые он ставит эти люди называются у нас как помазанниками они помазаны на то чтобы служить помазание связано со служением то есть понятно да народ земля есть тут такое дело жертвенник вы с вот этой части взаимоотношения вертикальные работают или нет не работает завет включал себя народ землю закон и жертвенник понятно институт священство туда же входит сейчас мы дальше не будем как бы но если убрать жертвенник то с заветом возникает некоторые сложности по отношению к тому что часть закона причем большую часть закона невозможно исполнить невозможно приблизиться к богу наступают сложности если не будет народа завет будет нет а земля а земля если не прийти на эту землю завет как заветом тоже есть проблема да если убрать закон тоже будет поэтому поэтому когда мы говорим в нашей голове я показал уже существует определенное что представление стереотипы и и и кто то сегодня сказать что есть такие люди которые живут в синайском завете а и есть сегодня такие люди которые живут в синайском завете и может думать что они там живут да но жить они не могут по одной простой причине хотя бы вот этого просто нет но что произошло в нашей голове мы нарисовали равенство между двумя словами закон и завет и когда мы говорим о завете часто мы думаем только о понятно да злая шутка злая шутка потому что завет он включает себя и это не равно но понятно в чем проблема завет и закон это не одно и то же закон это часть завета закон это часть завета но это не весь завет на он вечный а а где а а а послушайте друзья я же просто задал простой вопрос а где это написано поищите именно потому что он вечный бог говорит я заключу новый скажите пожалуйста скажите пожалуйста а мы сейчас на каком завете я просто не отвечу говорят по улице дерибасовской надо гулять постепенно не надо бежать вперед забегать куда бы и так поед не когда я заключу с домом израиля и домами иуды но не такой не такой значит он говорит о том что настанет время когда он заключит новый и новый далее непонятные вещи которые написаны относительно того завета говоря новый показал ветхость первого оветшающее и старейшее близко к уничтожению другими словами автор послания к евреям 8 главе в 13 стихе говорит послушайте ребят этот завет близок к чему вы думаете он уничтожен 813 близок к уничтожению в общем то говорят о том что шестидесятых годах 67 66 году то есть не до задолго до разрушения второго храма с разрушением второго храма разрушением жертвенника что стало завет был когда мы говорим о законе и шо говорит не нет прежде чем хотя бы одна йота из чего законе и завета а мы же написали равенство у себя в голове если закон вечный то и завет тоже вечный а на самом деле закон и завета это два разных слова и два разных понятия многие люди делают из нового завета апгрейд синайского завета что мы делаем и послушайте ну и шо пришел и поменял некоторые просто постановления все остальные он оставил а эти он немножко изменил грей некоторые люди берут и говорят послушайте ребятам закон закон нравственные ритуальные заповеди поэтому мы и вот это ничего что он говорит он говорит не такой как тот а ну и такое разделение в общем то она весьма условно и приблизительно никто же вы не проводил и никто не анализировал никто не брал мерило и не относил это вот туда это направо это налево это в мусорную корзину это оставлю даже если бы относил существует некоторая проблема вы слышали что-то про левератные братья левератные слышим слова просто не знаете историю с вовозом знаете да вот это про это уже слышали да восстановление семени умершему родственнику куда это в нравственную часть ну попробуйте в этом государстве так поступить что вам скажет государство что вы многоженец кто она вы не поняли многоженец это немногомуже не про руфе речь шла она была вдовой и кстати у него тоже не было но если бы у него была жена а он восстанавливал семя то у него бы становилось их понятно да так что я за многоженство да то есть я как бы не за многоженство а речь идет о многоженстве так на всякий случай потому что вырвать потом фразу из контекста так юткевич у нас за многоженство веселуха начнется я приезжаю домой меня туда не пускают ну да так вот куда это понятно что деление такое не совсем получается мы зайдем с некоторыми вещами в тупик и так завет и закон это может ли закон существовать без завета да на все остальные какого мнения точно уверен да хорошо а что мне делать с законом если завета нет зачем мне закон хорошее существование вы помните что я прошу прощения это уже то что у вас происходит называется балаган у вас есть микрофон и вы свои мысли можете высказывать куда в него и причем заметьте делать это надо по очереди а не всем вместе итак вопрос очень простой и не праздный что он мне делать с заветом оторванным от закона завет оторванный от закона перестает существовать а закон оторванный от завета что с ним делать так так вы только что сказали что может хорошо вы говорите что не может теперь закон это часть завета абсолютно правильно и вы не поверите земля земля это тоже часть чего завета что если завета нету земля тоже испарится существует народ испарился не земля не испарилась народ не испарился жертвенника правда нету а вот что с законом вы понимаете какое количество дебатов идет на тему вообще закона нормальное количество теперь вопросы задачника что с ним на самом деле происходит когда завета нету во первых его нельзя исполнить полностью там же много заповедей связаны с жертвенником если нету жертвенника то уже невозможно выполнить это так невозможно выполнить значит неизвестно что неизвестно что согласен все было хорошо до того как я приехал я понял главное не задавать глупых вопросов послушайте нашему народу нашему народу свойственно как раз задавать вопросы и искать на них ответ скажите мне пожалуйста вы же прекрасно знаете о том что каждый из вас задавал себе вопрос чего делать с заповедью ну или другими словами с законом и мы спрашиваем и дебатируем на тему куда это девать а что с этим делать а мы живем сейчас в это время и у нас вроде как и новый завет и новый закон а куда старо делать и мы начинаем делать тот микс о котором я говорю нравственные мы принимаем ритуальные мы отвергаем да по какому принципу непонятно никто на них не смотрел никто их не читал отсортировали как хотим произвольно почему легко почему легко потому что сколько в законе заповеди 613 молодцы согласен я знаю человека который пытался считать у него сейчас у нас это знаете откуда взялась гематрия это числовые значения букв их надо складывать и тогда получается веселуха так вот гематрия слова тора нет не угадали 611 и две заповеди даны напрямую просто так от кого не было плохо со слухом вы потом у него спросите долго будете смеяться то еще две добавил нет две напрямую были сказаны господом поэтому и возникла цифра 613 да дальше делать техники надо было подогнать все под известное число отсюда взялась и цифра 613 понятно что заповеди ну я знаю кто просто этим делом занимал потому что когда вы начинаете были добрые люди которые посчитали записали именно 613 и дело за малым начинаешь считать откуда это заповедь и какое имеет оно отношение непосредственно к торе и выясняешь о никакого понятно да и так мы выяснили оказывается некоторых это откровение что их не совсем 613 мы делимся просто откровениями я когда-то с удивлением узнал что их тоже не 613 кстати на то один товарищ который предложил такую идею а не проверить ли нам эту цифру если бы он не предложил я бы тоже как-то спал спокойно не нервничал и знал что их 613 понятно все начинается с какого-то вопроса вопроса который побуждает нас искать ответа и когда вы его находите вы говорите опа оказывается мое представление было неправильно возможен второй вариант мое представление правильное и основано оно на писании нормально годится но заметьте тогда это уже перестает быть представлением а становится истинной основанной на писание когда мое представление приобретает совсем другой вес понятно да и так еще есть одна идея что закон сводился к скольки заповедям сначала десяти а потом уже стал еще покороче потом его обрезали совсем легко а до разрушения храма вот когда был жертвенник то синайский завет новый они могли существовать одновременно потому что себе построить то шауль по закону ну ходил очищался в храм ну и шоу ну ничего ну он же в новом завете как был верил вешула но все равно как бы по закону вот и ритуальным вот этим заповедям и шел очищался согласен скажите пожалуйста у меня просто так чисто теоретический вопрос я вот жил бы с богом да и женился тоже без бога кстати как то без него происходило и так получилось что я стал верующим и когда я стал верующим я пришел к нему и говорю слушай господь вообще вся моя жизнь без тебя она была неправильной и неправильной вот так мы говорим или нет ну все виноват был неправ теперь исправлюсь кстати моя прошлая жизнь была тоже ошибкой я же покаялся в этом ну так я могу теперь ну логично почему я знаю сестрам это не понравится и так скажите мне пожалуйста вся моя жизнь была ошибкой женитьба ошибка можно исправить а вот тут извини да дорогой понятно чем я говорю не особо не особо пытаюсь объяснить по другому вы жили до этого и брали на себя какие то обязательства и то что вы пришли в новый завет это освободило вас автоматически от всех обязательств которые у вас были до этого осталось невозможным исполнять он был уничтожен самим богом и так евреи родились в какую то религиозную среду понятно они жили в этой среде они приближались к кому к богу посредством чего исполнения закона который им был дан где бог говорит все старым путем можете не ходить ну условно сказать существовало два завета параллельно одновременно но это короткий промежуток был на протяжении сорока лет и мы видим что первые верующие они продолжали соблюдать закон но потом бог сделал невозможным соблюдение закона потому что он разрушил завет когда они соблюдали Синайский завет приходя в храм и принося положенные жертвы они прекрасно понимали что жертва больше не принимается принесена одна в чем вопрос в том что наше представление никакого отношения с жизнью не имеет реальной мы не понимаем реальность жизни тех верующих мы не понимаем простой вещи смысл всего этого кино какой был для чего они это делали ведь на сегодняшний день мы представляем себе что смысл исполнения закона в исполнении закона на сегодняшний день в раввинистическом иудаизме смысл исполнения заповеди это исполнение заповеди еще раз смысл для чего они это делаю это все понятно слушайте они это делали потому что жертвы были прообразы Иисуса они понимали что это прообраз Иисуса а для чего очищаться а он просто тащится от того что мы это делаем давайте опять микрофон по очереди не хором и так там все поменялось не все были священниками послушайте еще раз только медленно вопрос для чего они это все делали спасибо большое для того чтобы иметь общение центр всего это общение послушайте Всевышний он не страшный злой старик с палкой который бьет нас все время по голове ему угождают наши жертвы и он просто нравится когда режут скотину кровь льется рекой он просто получает от этого эстетическое удовольствие может он другой немножко он немножко другой и он установил путь приближения к нему он сказал ребята если вы хотите приближаться ко мне то вы должны приближаться вот таким образом жертва нужна не ему жертва нужна мне жертва необходима человеку чтобы человек что-то понял и заплатил цену она нужна не ему он нормально он нормально существует без жертв он спрашивает что я пью кровь тельцов и козлов я что ем их мясо зачем оно мне у нас странное представление мы ему угождаем убивая животных оно ему надо послушайте когда мы начинаем думать над тем что происходит мы попадаем вообще в легкий коллапс если мы начнем думать у вас был день рождения когда-нибудь а вам подарки дарили а два одинаковых я рассказывал я знаю а два одинаковых а я помню когда мне подарили маленькому штук шесть одинаковых подарков было такое время тогда все покупали одни и те же игрушки носили одни и те же вещи друзья отца начали приносить мне самую последнюю новую игрушку они знали что я склеиваю модельки и вот она появилась новая одна первая я очень обрадовался я уже на второй по-моему на третьей сказал спасибо у меня уже такая есть ну я честно был мальчик я думал что если я скажу правду может мне что-то другое подарит на что папа меня вывел и сказал больше правду говорить сегодня не надо молчи потому что человек который принес подарок который ходил выбирал подбирал принес и подарил ему спасибо положу там уже есть он как вообще чувствует себя ужасно я чувствовал бы себя ужасно если бы мне я я ходил размышлял выбирал потом купил для своего друга то что вот я считаю хорошим принес спасибо там вот в углу целая куча таких иди положи туда еще я бы чувствовал себя ужасно но не знаю к чему приходит приводит грех чтобы увидеть смерть и не зря бог не украшал жертвенника не зря бог не украшал жертвы и запах там был мягко говоря не очень хороший если кто-то когда-то был на бойне то он знает как там пахнет животные когда туда приближаются они понимают что с ними сейчас там будет происходить они догадываются это было очень неприятно все но бог объяснял человеку простую вещь послушай посмотри на последствия греха наказание за грех смерть и люди тогда очень серьезно относились к тому что такое называется грех и если мы будем читать закон то мы увидим что жертва за умышленные грехи не предусматривалось ну кроме там случая бездействия жертва за грех она приносилась когда вы совершили грех и потом он был узнан и тогда вам нужно было приносить жертву за грех это не было так я сейчас согрешу а потом покаясь принесу жертву немножко другом подход был но это немного другая тема занятия берем 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 Продолжение следует...